Приветствую, друзья! На связи Андрей Шариков. Уже послезавтра наступает 1 октября 2022 года. И в данном видео мы обсудим, что именно обещалось инвесторам компании Гермес относительно даты 1 октября. И поскольку инвесторов в первую очередь интересуют выплаты средств, а также вопрос о том, достаточно ли денег у Романа Василенко, чтобы заниматься выплатами, мы посмотрим, каковы балансы криптовалютных кошельков в новом проекте Романа Василенко United to Live. Итак, давайте для начала посмотрим, какое последнее объявление было сделано на сайте Гермес Рекавери 21 августа 2022 года, то есть больше месяца назад. Уважаемые клиенты, прежде чем создать новый функционал и произвести начисление инвестиционной прибыли, нам необходимо полностью восстановить все транзакции системы. Процесс трудоемкий и занимает много времени. По предварительным расчетам, данный блок работ мы закончим к 1 октября 2022 года. То есть, как я и сказал, 1 октября у нас наступает уже послезавтра, и по их собственным словам, они планируют как раз к 1 октября именно восстановить все транзакции системы. Это позволит вам сверить ваши транзакции с балансами, а нам убедиться в целостности полученной базы данных. Я уже говорил в предыдущих видео, что большинство тех, кто попадает сейчас в свои кабинеты, видят свои балансы, согласны, что в принципе балансы соответствуют тому, что они видели на момент прекращения работы сайтов, то есть в начале марта. А раз человек согласен, что балансы соответствуют, возникает вопрос, а надо ли так уж знать именно всю историю всех транзакций? Нет, конечно, в идеале, наверное, было бы неплохо там точно знать, кому ты 5, 6 или 7 лет назад сколько и чего переводил, но, на мой взгляд, если человек согласен, что баланс соответствует тому, что у него было на начало марта, то, мне кажется, проблем именно особых нет. То есть здесь еще раз читаем фразу «это позволит вам сверить ваши транзакции с балансами». По-моему, это даже, ну, с точки зрения здравого смысла не совсем как-то по-русски написано, потому что если человек заходит в кабинет и видит там ровно такие же цифры, которые у него были, например, на начало марта, он и так знает, что балансы соответствуют. Да? А сверить транзакции как можно? Это если у человека есть какая-то отдельная книга или документ или файл, в котором записаны, например, все транзакции, кому он там чего переводил. И вот, если у него такой файл есть, в чем я сильно сомневаюсь, то тогда, да, он может сверить, скажем так, данные, которые он увидит в кабинете, предположим, транзакции, и сверить со своими записями, обнаружить какие-то несоответствия. Но мне кажется, никто особо с этим не заморачивался, потому что, не будем забывать, у некоторых счета Виста были открыты еще в 2014, в 2015 году, то есть 8, 7, 6 лет назад. И отдельно куда-то в записную книжку, в какой-то гроссбух, никто не записывал. То есть, опять же, я к чему говорю? Что если бы стояла задача как можно быстрее начать выплаты, то, на мой взгляд, вполне можно было бы обойтись без восстановления всех вот этих транзакций. Человек согласен, что баланс на его счете соответствует тому, что было на начало марта. Ну и все. То есть, а именно как эта сумма формировалась, это уже другой вопрос. Благодарим вас за терпение и понимание. Команда делает все возможное для скорейшего восстановления системы и организации выплат. С уважением, администрация. Итак, что касается выплат. Естественно, это злободневный вопрос. Что мы здесь считаем? Команда делает все возможное для скорейшего восстановления системы и организации выплат. Ну, давайте на минуточку вспомним, а сколько времени прошло. Март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь. На минуточку прошло уже 7 месяцев. Заканчивается седьмой месяц. И, как мы уже говорим, послезавтра уже октябрь. То есть, 7 месяцев не хватило на то, чтобы все это дело восстановить? Ну, как-то странно. Если вспомним, что новый сайт проекта United to Live появился уже в мае. То есть, вспоминаем историю событий. В начале марта исчезают сайты Life is Good, Germes и Bestway. Прекращают работу, а на месте сайтов появляется надпись «Вы попали в пирамиду, пишите заявление в правоохранительные органы». То есть, в начале марта это все исчезает, а уже в середине мая появляется новый сайт с новым функционалом. То есть, Роману Василенко достаточно было 2,5 месяца, чтобы найти новых программистов, новую команду. И чтобы они с нуля сделали новый сайт, новый проект. Это получается март, апрель и половина мая. Уже примерно в середине мая новый сайт был готов. Да, он еще, так сказать, не был готов на 100%, но уже была возможность регистрироваться. Так сказать, заводить, проплачивать пакеты или как акции так называемые, регистрироваться и так далее. То есть, за 2,5 месяца это было сделано с нуля. А с базой данных компании «Гермес», которая, извините, 8 лет существовала, что-то вот они за 7 месяцев никак разобраться не могут. Но, во всяком случае, конечно, если вы зададите вопрос, означает ли это, что к 1 октября откроют вывод, начнутся выплаты, ну, здесь об этом не говорится. В объявлении такого обещания нет. Это сразу надо сказать. То есть, здесь не утверждается, что выплаты откроются 1 октября. Но к 1 октября, повторю, согласно их собственным словам, они планируют полностью восстановить все транзакции системы. А что касается вывода, мы делаем все возможное для скорейшего восстановления системы организации выплат. То есть, наступает 1 октября, послезавтра, и мы, собственно, посмотрим, действительно ли они выполнят данные обещания. То есть, по идее, те, у кого есть доступ в свои кабинеты на сайте «Гермес Рекавери», должны увидеть именно свои транзакции. Будет ли это 1 октября или 2 октября? Ну, как говорится, посмотрим. Каждый год компания «Гермес» публиковала отчет, из которого можно было увидеть общую сумму средств на балансах счетов Виста. Как видим на данном слайде, здесь есть евровые счета и долларовые. Ну, давайте посмотрим. Если сравнивать, например, балансы счетов в 2017 и 2018 году, 111 миллионов в 2017 году, а в 2018 уже 337 миллионов, то есть, рост в три раза за год. Дальше. С 2018 года по 2019 уже 703 миллиона 313 тысяч, то есть, рост в два раза. И, наконец, в 2020 году уже 1 миллиард 644 миллиона, то есть, рост более чем в два раза. Как видим, количество средств на счетах, нас интересуют данные за последний год, по которому есть отчет. Если мы просуммируем 1 миллиард 644 миллиона плюс 67 с половиной миллионов на долларовых счетах, то получится, что уже в 2020 году ориентировочно сумма средств на счетах была где-то 1 миллиард 700 миллионов. Естественно, работа не прекращалась и в 2021 году. И надо так полагать, что за 2021 год средства увеличились еще больше, и сумма явно перевалила за 2 миллиарда. К чему мои рассуждения? К тому, что, если верить собственному отчету компании Гермес, у них на счетах Виста суммарно находилось более 2 миллиардов евро. Да, я прекрасно осознаю, что какая-то часть этих средств, этих счетов, она была увеличена с помощью кредитного плеча. Как мы знаем, в компании Гермес практиковался так называемый ломбардный займ или кредитное плечо, которое позволяло на 70% увеличить сумму. И поэтому, если, например, погасить взятые ломбардные займы, то суммы балансов на счетах, они могут значительно увеличиться. Это так. Но, тем не менее, сумма средств на счетах явно составляет 1 миллиард и больше. И вот возникает вопрос. У Романа Василенко где-то за границей, в виде акций, в виде недвижимости, в виде какого-то бизнеса существуют ли активы, покрывающие данные обязательства? Вопрос очень интересный, потому что если ответ на этот вопрос – да, если у него за границей есть такие активы, то, в принципе, он может начать платить инвесторам компании Гермес по своим старым обязательствам, скажем так. А вот если, так сказать, активов, например, не хватает на покрытие всех обязательств, то тут уже вопрос интересный. Я уже приводил такой пример. Предположим, что общая сумма обязательств Романа Василенко по счетам Виста – это 2 миллиарда. А, предположим, у Романа Василенко есть 100 миллионов евро. Хорошая сумма 100 миллионов – это, в принципе, хорошая. Но эта сумма в 20 раз меньше, чем требуется для покрытия всех обязательств. То есть здесь, опять же, ключевой момент. Если у Романа Василенко именно достаточное количество активов, покрывающих общую сумму обязательств. Новый проект Романа Василенко United to Live построен на системе блокчейн. И благодаря этому можно отследить, каким образом и куда средства переправляются. Например, на экране вы сейчас видите адрес кошелька, на который поступают средства. То есть, когда кто-либо делает взнос в новый проект United to Live, то средства поступают именно на этот кошелек. Это можно отслеживать, можно сказать, в режиме реального времени. То есть, например, 4 минуты 45 секунд назад на этот кошелек пришла сумма 382 доллара или 382 USDT. А 8 минут назад, 9 минут, да, 99 и так далее. То есть, это все можно отследить и проверить. Давайте посмотрим, какая сумма находится на балансе данного кошелька на сегодняшний день. Мы видим на балансе 19 264 930 USDT. А как вы, наверное, помните, USDT это криптовалюта, приравненная к доллару. То есть, фактически на балансе кошелька находится более 19 миллионов долларов. Если кто-то делает заявку на вывод из нового проекта Романа Василенко, то он получает выплату вот с этого кошелька, который вы видите на экране. Если прокрутить страницу вниз, то можно увидеть выплаты, которые происходят практически в режиме реального времени с данного кошелька. То есть, это заявки на вывод, которые люди сделали, и они с данного кошелька получают. Вы спросите, откуда средства появляются на данном кошельке. Они как раз появляются здесь с первого кошелька. То есть, первый кошелек, который я показывал раньше, он служит для приема средств, а второй кошелек, он служит для выплат. И время от времени с первого кошелька на второй перебрасываются средства в размере обычно 500 тысяч USDT. И давайте посмотрим, какая сумма средств находится на данном кошельке на сегодняшний день. 471 159 тысяч USDT. Итак, если просуммировать баланс первого кошелька и баланс второго кошелька, то получается сумма 19 миллионов 736 тысяч 089 USDT. То есть, если посчитать в долларах, примерно 19 миллионов 700 тысяч долларов. Что, в общем-то, немаленькая сумма. На данный момент мы не можем проверить, есть ли у Романа Василенко за границей какие-то активы, которые покрывают обязательства перед инвесторами компании Гермес. Но, благодаря системе блокчейн, мы можем четко видеть, сколько средств находится на первом кошельке в новом проекте Романа Василенко, и сколько средств находится во втором. И суммарно мы видим здесь более 19 миллионов долларов. То есть, в принципе, это уже некая начальная сумма, с которой Роман Василенко мог бы начать выплаты, если бы было, конечно, желание. Конечно, кто-то может возразить и сказать, что данные средства не имеют отношения к компании Гермес, они имеют отношение только к новому проекту United to Live, и предназначены для участников этого проекта. Я это прекрасно понимаю, но позвольте напомнить, что вообще-то в Гермес счетовисты открыли 450 тысяч человек, почти полмиллиона. И некоторые из них в 2014 году или в 2015 году, 7-8 лет назад. То есть, это люди, которые поверили Роману Василенко еще много лет назад, когда никакого нового проекта еще и в помине не было. И если уж Роман Василенко позиционирует себя как офицер, как человек чести, я надеюсь, что именно выполнение своих обязательств перед инвесторами для него не пустой звук. И вот, пожалуйста, есть средства, доступные, которые находятся на кошельках в его новом проекте, и при желании он может начать платить. Платить. Потому что иногда я слышу от некоторых скептиков, которые говорят, никаких выплат не будет вообще, потому что все давным-давно украдено, разворовано, а в компанию никаких средств не поступало, потому что была одна только внутрянка. Ну вот, позвольте с вами, господа, не согласиться. В новом проекте и ввод, и вывод происходит четко через систему блокчейн в криптовалюте USDT. И вы можете это спокойно отследить в режиме реального времени. Как вы видите, суммарно на двух кошельках более 19 миллионов долларов. И если уж руководство, как они утверждают, восстанавливают систему и делают все возможное, чтобы обеспечить выплаты, и вскоре восстановят все транзакции, то есть люди будут видеть свои актуальные балансы, все транзакции, то дело останется за малым, как говорится, прикрутить, прикрепить платежные системы и начать людям платить. В нашем телеграм-чате, кстати, если вы еще не являетесь участником нашего чата, добавляйтесь, я некоторое время назад делал вопрос. Как вы считаете, для чего был открыт доступ к кабинетам на germesrecovery.info? И голоса распределились следующим образом. 38% проголосовали, чтобы впоследствии открыть выплаты из кабинета. Ровно столько же, 38% проголосовали, это ИБД, имитация бурной деятельности, чтобы протянуть время. 6 человек проголосовали, 6%, что Василенко хочет восстановить свою репутацию, то есть все-таки, как говорится, обеспокоен за это. 3% проголосовали, думаю, что этот сайт вообще не Василенко сделал, это подстава. И, наконец, 15% проголосовали, вообще непонятно, кто это сделал и с какими целями. В сентябре в телеграм-чатах был опубликован следующий текст. К сожалению, первоисточник данного текста не указан, поэтому нельзя сказать однозначно, действительно ли Роман Василенко является автором этого текста. Может быть, кто-то из лидеров, а может быть, это вообще вброс текст, написанный от имени Романа Василенко. Хотя, судя по стилистике письма, я не представляю, зачем кому-то надо было от имени Романа Василенко такое писать. Ну, давайте почитаем. Дорогие мои лидеры, еще раз благодарю вас за терпение, стойкость и поддержку. Ну, фраза «дорогие мои лидеры» вроде как наводит на мысль, что это действительно мог написать Василенко. Анализ текущей работы показывает, что из большого количества зарегистрированных, 170 тысяч человек, членов клуба, проявляют активность лишь 5% людей. То есть охват нашей работы ничтожно маленький. Кто-то просто сидит, ждет и ничего не делает. Кто-то боится, кто-то ничего не понимает. А кто-то вообще ничего не знает и не может получить информацию. Ну, если предположить, что автором текста действительно является Василенко, то, ну, меня удивляет, так сказать, то, что его удивляет. Во-первых, он удивляется, что проявляет активность лишь 5% людей. Но позвольте напомнить, какая ситуация на данный момент. То есть по кооперативу, как вы, наверное, знаете, последние новости, что в очередной раз правоохранительные органы изъяли документы, изъяли базы данных и так далее. Как говорит руководитель кооператива Сергей Крючек, в очередной раз работа кооператива была парализована. А по компании Гермес вообще песня. Прошло уже 7 месяцев с момента исчезновения сайтов. И пока люди только видят свои циферки, но не вывести, не перевести, ничего с ними сделать не могут. Вот сейчас ждем 1 октября, посмотрим, что будет. И автор данного текста, если это Роман Василенко, удивляется, что почему активность такая маленькая? Надо поактивнее, поактивнее, ребята. То есть ничего не работает, а надо поактивнее. Ну а кроме того, кто-то боится, ну на минуточку позвольте напомнить, что несколько человек так и остаются под арестом. И несмотря на все усилия адвокатов, нанятых Романом Василенко, Измайлов, Высоцкая и другие, они также остаются под арестом. Также написаны, по-моему, уже более тысячи заявлений в правоохранительные органы и так далее. Поэтому, как бы, удивляться, почему люди такую маленькую активность проявляют, ну мне кажется, тут даже странно. Чего удивляться-то? Прошу Вас наладить отношения и коммуникацию во всей Вашей структуре. Время непростое. Сейчас нельзя размахивать саблей. Поэтому прошу проявить терпимость и дипломатичность. Надо очень постараться. Ну насчет того, что время непростое, я об этом и говорю. Надо проявить терпимость и дипломатичность. Надо выплаты открыть, господин Роман Василенко. И тогда люди, как говорится, негатив сменят на позитив. Хоть какое-то движение пойдет. Тогда будет уже предметный разговор. А пока это все бла-бла-бла. Проведите обучение для всех Ваших людей. Поддержите их. Введите в курс дела. Ответьте им на вопросы. Поговорите с ними по-доброму. Найдите слова. Сохраните своих людей. Наша задача в сентябре увеличить охват до 10%. То есть увеличить активность в два раза. Было 5%, сделать 10%. А-ля улюга не гусей. Давай-давай. Результаты эффективности и охвата в Ваших структурах Вы можете видеть в своих личных кабинетах. О результатах анализа в целом по компании буду Вас информировать. Новый продукт очень хороший, прибыльный и надежный. Никакой внутрянки. Все онлайн в реальном времени и в реальных активах. Он имеет наивысший уровень конкурентноспособности на рынке. С таким продуктом и системой карьеры мы достигнем еще больших высот и доходности. Помогите людям разобраться и они будут Вам благодарны. Подпись, опять же, автор текста не поставил. В официальном телеграм-канале Романа Василенко я такого сообщения не нашел. Но в этом ничего удивительного нет. Потому что в основном в официальном телеграм-канале он публикует сообщения. мотивацию, какие-то тексты по бизнесу и так далее. А что касается именно текущего проекта, состояния дел, он общается с узким кругом избранных лиц, директоров. И это могло быть опубликовано где-то в закрытых чатах. Поэтому ничего удивительного в этом нет. Если вдруг Вы знаете, откуда это взялось, кто является автором первоисточника, то, пожалуйста, напишите в комментариях. Итак, с интересом ждем, что же произойдет 1 октября. По идее, владельцы счетов Виста должны увидеть транзакции в своих кабинетах. Вот такая информация на данный момент. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Добавляйтесь в наш телеграм-чат. С Вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго. Глобал Стар Клаб. Возможности безграничны.